Например, приехала мать, я сказал, вот там, забери свою Васеньку и езжай домой. И мать, обрадовавшись, поехала, значит, живет со своей Васенькой. А с нами что делать? А с моими товарищами что делать? Они же тоже хотят своей матерью жить. Давайте тогда вместе остановим эту войну. Вместе восстанавливаем. Вообще вопрос военнопленного решается после прекращения боевых действий. Но официально это практически, почти политический вопрос. Политический вопрос. Потому что они как-никак, раз Рокки взяли оружие, убили человека, уничтожили этот квартал, дом и так далее, он уже преступлен. Независимо, каким образом он это сделал. Он уже преступлен. Поэтому я предложил этим материалам, мешать этим генералам, попробуйте поговорить с этими генералами, с офицерами. Там очень много офицеров, которые уже, если он надоел и не может, он уже чувствует, что это все обман. Он не знает это. Просто их там в спину толкают, вот, вплоть до того, там, из вертолетов сзади расстреливают. Есть такие случаи, достоверные. Поэтому, поэтому, езжайте в Москву, вот, объявите голодовку, вот, придите к этой боре, вот, объясните Ельцину, врачову, что они здесь творят. Если, может, они еще не знают, что здесь творится, может, это просто эти генералы, которые здесь каким-то чудом оказались, творят сами из себя. Остановим войну и вернем, ваших сыновей вернем, и наших вернем. Я что, против, что ли? Я не хочу этой войны. Если в эту секунду мне бы сказали, что эта война закончилась, я готов, вот, ну, ходить нищим, вот, ходить рядовым, уйти с этой должности. Ничего мне не надо, лишь бы прекратилась эта война, понимаете, боль и страдание моего народа. Ничего мне не надо, ничего я не боюсь, готов на любое, вот, на что угодно, чтобы сделать хотя бы шаг, чтобы прекратить эту войну. Готовы. На любом уровне. Поэтому я вам предлагаю совместную войну, чтобы ваши сыновья оказались дома, и чтобы не гибли наши. Это мы и все. Послан, многие матери беспокоятся о том, что дети, не знают, как дети устроены. Слух и легенды, что их там избивают, поэтому... Можно объяснить, в каком состоянии они видели сейчас, конечно, вроде хорошее состояние. Вот это все, пускай, расскажите... Не дает слух, что избивают, избивают, четвертуют, кастрируют. Ну, сейчас все видно было, что дети рассказали. Сейчас командир, что стоишь. Сейчас нет, да, говорит, я еще раз говорил, что еще с ними не случится, живо, здорово. Тем коркой хлеба, который у нас есть, мы их кормим, никто их не избивает, уничтожает, даже рука не поднимется. Ну, как с военнопленными, вопрос должен решиться, как с военнопленными. Когда мы даже предлагаем российского командования, давайте военнопленные на военнопленные. У нас, наших военнопленных, у них ни одного нет. Мы им отдали, буквально, неделю тому назад, профессиональных убийц, 43 человека, и сколько там? Профессиональных убийц. Это десантники, которые имели опыт, там, эфиопской войны, там, афганской войны и так далее. Были брошены в горы, в тыл. Вот, думают, что мы отсюда сейчас поднимем руки и побежим, что в горах нас уничтожат. Вот. И то им отдали, они нам вернули обычных этих заложников. 20 человек, которые вот так на улице, там, И избитых при этом. Поймали и вернули, если не, ну, черт с ним. Все-таки чеченцы. Вот, свои. Эти десантники, вот такие, с мордами холенными, там, вернулись к себе на родину. Наверное, сейчас, оправдываясь, вот это, то, что он попал в плен, Наверное, будет еще более агрессивно воевать с нами. Вот. Они нам вернули перебитыми ребрами, скалеченными. Пальцы перебиты, носы перебиты. Даже один парень, который рассказывает, говорит, в течение, говорит, пяти дней, вот столечка, вот, водички. Вот столечка. Вчера вернули вот здесь, вот, около моста Анисимова. Попросили отдайте труп. Раненый остался там, вот, за рекой. Потом они его убили. Значит, хотя бы труп отдайте. Взамен даже живого дадим. Вернули этот труп. Вот эти пальцы, вот, в пяти местах перебиты. Раз, два, три, четыре, пять. Рука. Штык ножом или ножом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Перебито несколько мест. Ребра перебиты, понимаете? Разрезано там тело. Зачем это делать? Потому что такой же человек, как все. Опять показывает бессилие. Больше ничего. Ну что, поблагодарим начальника Штарова. Спасибо. Спасибо. Раненых, я сказал, раненых всех. Без всяких условий. Значит, отпустить. Разговоры на раненых всех. Ну, сына Ана, я к вам уже такой раз прихожу, говорю. Как у меня? Яр. Яр? Да, написал, что он участвует. Ну, я, по-моему, подписал в тот раз, что даже в госпитале написал. Всех раненых отпустил. А где он находится, я? На пятицедческом участке. В отрезе Дашаева. В отрезе Дашаева. Командиры были, да? Да, я две недели не забралась сейчас. Сегодня не было. Спасибо. Значит, мне туда стоять не надо. Ну, раз, командир, вы спросите. Ну, сын, вот, находится рядом, под 100 метров, мне вот, сказали. Где находится? Рядом с Яровым, в 100 метрах от него, в другом номере только. Ну, я написал за меня, как все, что участка. Не можно хотя бы его видеть. Я не знаю, он раненый, как, хоть что-нибудь. Фамилия? Его же. Ну, сходите, посмотрите, я не знаю, он там, нет. Я думаю, что у нас некоторые командир вежеской части при себе там держат. Вы хотели, понимаете, с ними?